В общем, смотрите, сейчас не самая лучшая ситуация в Гуанчжоу. И в первую очередь это связано, ну как оно, косвенно связано с вирусом, но напрямую это связано с идиотизмом людей. В общем, сейчас такая ситуация в том, что иностранцу очень сложно найти жилье. В принципе, почти невозможно. Специально внизу я поставлю ссылку, по которой вы сможете перейти. Там есть контакты некоторых волонтеров, контакты некоторых служб. И я думаю, это будет полезно тем, кто находится в Гуанчжоу. Также сейчас очень многих чернокожих выселили из многих квартир в Гуанчжоу. Связано это с недавними конфликтами, как раз-таки выходцев с Африки и китайцами. Там чуть ли не китайский ОМОН был, во-первых. Во-вторых, в случае с китайской медсестрой. И это яркий показатель того, как поведение нескольких представителей нации обрушивает репутацию абсолютно всех. И так китайцы к чернокожим не особенно позитивно относились. Хотя китайское правительство старалось выстроить китайцев как тех, кто спасет Африку. Но все равно определенные предубеждения остались и они усилились. Поэтому те, кто смотрит и находится сейчас в Китае иностранцев, пожалуйста, носите маски. Во всяком случае, в тех местах, где большое скопление китайцев. То есть не забивайте на эти простые общественные меры, нормы морали, которые сейчас здесь повсеместно. Не накаляйте атмосферу. Китайцы, во-первых, по-прежнему напуганы вирусом. Это во-первых. Во-вторых, в связи с тем, что сейчас идет прессинг на китайцев в других странах, то есть люди могут озлобиться. Это очень-очень плохо. Поэтому, тем более то, что мы здесь в гости, то давайте, пожалуйста, сейчас по максимуму будем следовать тем правилам и нормам поведения, которые нормальны для Китая. В своих странах мы можем вести себя, как хотим. Хотя в наших странах можно за это просто огрызти. Китайцы в этом плане, конечно, более толерантны, что, наверное, не очень хорошо в данных случаях. Вот. Теперь, что дальше? Тех, кто желает помочь в данной ситуации, то я внизу оставлю контакты на волонтеров также. Вы сможете с этими волонтерами связаться. Возможно, там предоставить какую-то одежду ненужную. Ну, вот в таком духе. Вот так вот. Да, я понимаю, что я периодически психую на охранников, на доставщиков. Ну, потому что в большинстве случаев они здесь очень-очень тяжелые люди. И в большинстве случаев, ну, блин, просто тяжелые и труднопонимающие люди. А те, кто приходит туда со свежими нормальными мозгами, очень быстро поднимаются. Ну, ладно, продолжим. Теперь еще. Ближайшее время, скорее всего, будет некоторый накал. Поэтому, вот, как я и сказал, постарайтесь вести себя максимально корректно. Второй момент. Для тех, кто не может найти жилье. Попробуйте поискать в таких районах, как Фошань, Дунгуан. Ну, получается, не в самом Гуанчжоу. Либо посмотрите именно в центре Гуанчжоу. Вот там обстановка получше. То есть, Ли, Де, Джужан, Нитау. Но минус этих мест – это цена. Там намного дороже. Плюс еще российское посольство выложило список отелей, которые принимают сейчас иностранцев. То есть, если вам нужно жилье, то также я оставлю все контакты внизу в описании ссылки. Вы сможете пройти. Считаю, что эта информация важная. И, ну, в любом случае, блин. Ну, короче. Давайте вести себя дружно. Жить дружно. Давайте следовать правилам страны, во всяком случае, на этом этапе. Просто потому что, в любом случае, ваше поведение касается и остальных иностранцев, которые здесь. То есть, не только русских, СНГшников, украинцев, казахов, но и вообще всех иностранцев, в принципе, которые здесь, в Китае, находятся. Потому что я уже заметил, что сейчас основные нарушители порядка и прочего – это мы. В общем, всем спасибо и пока.